Добрый день, уважаемые родители! И, как я и обещал, мы возвращаемся к вопросу о повышении температуры, о гипертермии, давайте говорить красивым медицинским языком. И сегодня мы с вами разберём, как же правильно снижать температуру. Здесь нам на помощь придут элементарные законы физики и элементарные законы физиологии человеческого организма. Дело в том, что одна из основных функций кожи нашего организма – это так называемая терморегулирующая функция, то есть функция, связанная с терморегуляцией организма, то есть с хранением баланса определённой температуры. И вот небольшой пример. Представьте себе два предмета. Один в большей площади, один в меньшей площади. И вот, сообразите, задачка вам. Какой предмет при одинаковом нагревании быстрее остывает? Я думаю, вы все дорожно скажете мне, что быстрее остывает предмет, у которого больше площадь. И это действительно так, потому что чем больше площадь, которая контактирует с окружающей средой, где температура заведомо ниже, тем быстрее эта поверхность остывает. Соответственно, при высокой температуре у нашего ребёнка нужно увеличить площадь соприкосновения кожи и воздуха окружающей среды. Поэтому самый первый фактор, который нам нужно сделать, самая первая помощь, это заключается в том, чтобы нашего ребёнка полностью раздеть. И температура сразу начнёт снижаться уже. Иногда этого бывает недостаточно, поэтому здесь нужно помочь. И здесь, в этой ситуации, на помощь нам придут физические свойства жидкости, в частности, физические свойства знакомого нам этилового спирта. С2, H5, OH. За счёт его уникальной формулы он является очень сильным окислителем. В момент окисления, в момент контакта с воздухом большое количество кислорода испаряется с поверхности, и эти процессы сопровождаются очень сильным выделением энергии. Соответственно, энергия, то есть температура, уходит в окружающую среду, и она убирается, исчезает из организма человека, то есть температура снижается. Но понятно, что сам по себе спирт является не только мощным окислителем, но и мощным раздражающим фактором. Поэтому его нужно разводить. Возникает вопрос, как развести правильно, какая концентрация должна быть, чтобы с одной стороны было максимально сохранены его окислительные способности, с другой стороны минимальная способность раздражения слизистой. И вот, ни много ни мало, а великий русский химик Дмитрий Иванович Менделей это соотношение, эту концентрацию установил. Она равна 40 градусам. То есть 40 градусов наша известная всем водка является максимально удобным веществом для снижения температуры. Соответственно, мы делаем водочное обтирание. Действительно, наши бабушки, и многие из вас это знают, добавляют в эту смесь уксус. Зачем? В принципе, это правильно. Дело в том, что если вы опустите пальчик в раствор уксуса, то он начнет пощипывать. То есть осуществляется раздражающий эффект. И если на кожу нанесется какая-то часть туксанной кислоты, этот раздражающий эффект даст возможность сильного притока крови к поверхности тела, что, собственно говоря, и повлечет за собой снижение температуры еще быстрее. Поэтому сейчас я подведу итоги того, что говорил. Поэтому наша основная с вами задача – это раздеть ребенка полностью и сделать водочно-уксусное обтирание. Не компресс, не прикладывание тряпы. Просто намочить ребенка, но облить его, если хотите, немножечко, не сильно, а так, чтобы поверхность высыхала смесью, содержащую спирт, вода и уксус в равных частях или в равных частях водка и уксус. И дать ребенку возможность высохнуть. Не вытирать, не накрывать, не укутывать. Это все чрезвычайно опасно. Пока то, что я говорю, это фиксируется. Значит, очень многие говорят о том, что читали, слышали замечательные информационные базы интернета, в том числе, или там говорили бабушки, дедушки, там бабульки, сидящие на лавочках, что самое хорошее средство – это положить ребенка в холодную воду или там завернуть в очень холодные простыни и так далее. Не надо этого делать. И сейчас я вам объясню, почему. Дело все в том, что попробуйте залезть под душ и включите холодную воду и посмотрите в зеркало на то, как вы при этом выглядите. Выглядите вы очень живописно, а именно все съежившись, сморшившись, сжавшись от того, что холодно. Сосуды ребенка ведут себя точно так же. В момент резкого холодового эффекта они сжимаются. И вместо того, чтобы нам получить усиление кровотока и притока крови кожным покровом, которые даст возможность испаряться энергии, снизить температуру, мы получим реакцию с точностью. Да наоборот, сосуды не могут полноценно открываться и усиливать кровоток. И при временном снижении, чисто физическом контакте с водой, через несколько секунд температура снова начнет резко подниматься. И цифры могут уже дорасти до очень больших. Поэтому этого не надо делать. Надо дать ребенку высохнуть. Возникает вопрос, всегда ли это нужно? Не всегда организм человека не такой простой, как кажется. Есть еще одна классификация гипертермии, то есть повышение температуры. И вы это тоже прекрасно знаете. Спросите, как же раздевать ребенка, когда бывают ситуации, когда дети, им холодно, они дрожат, они руки-ноги холодные и так далее. И в этом случае происходит вот что. Все повышение температуры делится на две группы. Первая группа – это та, о которой мы говорили. Когда ребенок горит, ему жарко, он весь красный, все пылает, и эта гипертемия называется красная. Вот я произвел вам эту схемку. И тогда мы делаем все то, о чем говорили. Но довольно часто бывают ситуации, когда наоборот, ребенку холодно, его знобит, руки-ноги холодные, а температура растет. Как бы мы ни снижали, она не снизится. Что нужно сделать? Нужно делать все наоборот. Ребенка нужно согреть. То есть вы прикладываете к руками-ногам грелку, вы поете его горячим чаем, вы укутываете его в одеяло, вы растираете ему стопы и кисти очень активно, и постепенно он согревается. Как только он согрелся, произошел переход белой гипертермии в красную. И вот тогда вы делаете то, о чем мы с вами говорили на протяжении сегодняшнего семинара. Через какое-то время температура немножко начинает падать, и ребенку снова начинает озноб, начинает быть холодным и так далее. Вы прекращаете его раздевать и обливать, укутываете, делаете снова согревающие процедуры до тех пор, пока ему становится жарко. После этого опять охлаждаете, опять раздеваете, и так до тех пор, пока температура не снизится. Спросите меня, а как же жаропонижающие таблетки? Жаропонижающие таблетки температуру, как таковую, не снижают в физическом смысле этого слова. А что происходит? Они оказывают воздействие на связь рецепторов клеток кожи терморегулирующих с главным компьютером нашего организма, с головным мозгом, где есть терморегулирующий центр. И от головного мозга, от этого центра идет сигнал к сосудам, клеткам крови, к лимфатическим путям, которые начинают усиливаться, возникают защитные реакции организма. Так вот, жаропонижающие таблетки этот сигнал блокируют. И головной мозг не может регулировать температуру, то есть происходит просто своего рода анестезия, температурные реакции, и температура, как бы, не осуществляется, защитная реакция организма, и постепенно она начинает спадать. То есть она спадает сама по себе. Таблетки на это дело не действуют. Вот почему действие таблетки кончается, и температура сразу начинает расти. Тогда мы говорим, ой, таблетка не помогает, надо дать еще одну. Соответственно, просто выигрываем время, а температура падает сама по себе. Либо действия таблетки, снижение температуры, во временном факторе совпадают. Тогда мы говорим, ой, надо же, как хорошо таблетка помогла. На самом деле, снижение температуры, это факт чисто физический. И происходит он благодаря определенным свойствам кожи, а именно терморегулирующей функции кожи. Так что, пожалуйста, обратите внимание на то, что я вам сказал, но учтите, что эти рекомендации, они пригодны в общем, при нормальных ситуациях. Если у ребенка есть какие-то индивидуальные особенности, а именно повышенная реакция на температуру, на повышение температуры, особенно это касается ситуации, когда есть так называемые фибрильные судороги, феобрус по латыни, это температура, соответственно фибрильные судороги, это судороги как реакция на повышение температуры, только, никакого отношения, ни к апеллепсии, ни к каким-то другим судорожным синдромам, это не имеет. Повышается температура, у ребенка начинаются судороги. Если вы знаете, что хотя бы один раз такое было, то температуру нужно снижать сразу, в любом случае, не дожидаясь ее повышения. И здесь, как говорится, все свойства хороши, все методы хороши. И физическое снижение, и таблетки, и сиропы, то есть все, что есть жаропонижающее, не нужно ждать роста температуры и повторения судорог. Нужно принимать меры немедленно. Но в любом случае, первое действие ваше заключается в том, что если эта гипертермия красная, то жарко ребенку, его нужно раздеть. Ни в коем случае не кутать. Раздеть и предоставить возможность коже выполнить свои терморегулирующие функции. Так что, я надеюсь, что эта информация окажется для вас полезной. Поэтому прислушайтесь к ней. Внимательно обратите внимание на то, что я вам говорю. Но желаю вам не болеть, не приводить в ситуацию, когда температура начинает повышаться. Быть здоровыми и счастливыми. И до новых встреч. До свидания.